Я уверен, многие из вас сталкивались с таким вопросом, нужно ли возвращать предоплату, аванс клиенту, который решил по тем или иным причинам отказаться от исполнения договора или если договор у вас отсутствовал, то просто отказался от съемки. Давайте разберемся, поехали! Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, вы на канале ВПГ, мы с вами давно не виделись и я решил записать сегодня это видео прямо из дома. И давайте я сразу скажу, что я никакой не юрист, у меня нет юридического образования, я такой же видеограф, создатель видеоконтента, как и вы. Все дело в том, что даже если вы не подписывали договор, у вас, между вами и вашим клиентом установились договорные отношения. Конечно, все мы понимаем, зачем мы берем с клиента аванс или предоплату, для того, чтобы убедиться в том, что человек настроен серьезно, чтобы это время и эта дата была точно забронирована, но не все так просто. Конечно, клиент может отказаться от внесения предоплаты и он, в принципе, будет прав. Конечно, размер предоплаты может быть любой, тут как вы договоритесь, и нет никаких фиксированных или минимальных значений. Так в каких же случаях клиент может потребовать возврата денежных средств? Дело в том, что клиент, отказываясь от исполнения договоренностей, обязан понести потраченные вами расходы. Ну, в нашем случае это может быть аренда студии, транспортные расходы или производственные расходы, если вы изготавливаете какой-то реквизит и у вас есть документы, подтверждающие то, что вы потратили какие-то средства на изготовление именно этого реквизита, который потребуется для съемки. Это понесенные расходы, которые заказчик обязан уплатить в соответствии с платежными документами, да, то есть с чеками. Если таких расходов нет с вашей стороны, со стороны исполнителя, то, в принципе, никаких оснований у вас удерживать предоплату нет. И сейчас я объясню почему. Да, я уверен, многие из вас, включая меня, до того, как я озадачился этим вопросом, мне возвращали предоплату со словами, я мог бы найти другого клиента, а теперь эта дата будет свободная, и поэтому я, к сожалению, оставляю или, к счастью, оставляю себе этот аванс. Так делать нельзя. Это называется упущенная выгода. Клиент или заказчик не имеет никакого отношения к вашей упущенной выгоде. Упущенная выгода, я думаю, мы все понимаем, что это такое из названия, это не предлог для того, чтобы сохранять предоплату себе в карман. Это уже является незаконным обогащением, что, конечно же, преследуется. По закону вы, как исполнитель, имеете право только на возмещение понесенных расходов. Конечно, мы все понимаем, где мы живем. Чаще всего происходит так, что исполнитель по большей степени оставляет предоплату или аванс себе, опять же, обосновывая это тем, что он мог бы взять других клиентов. Но что может сделать заказчик? Какие могут быть последствия? Фактически, если он обращается в суд, то, скорее всего, он выигрывает этот суд, и вы будете обязаны возместить ему уплаченную предоплату в двойном размере, плюс понесенные издержки за судебные все взыскания, за судебные процессы вы тоже обязаны будете возместить. Поэтому тут каждый выбирает для себя и принимает решение, насколько серьезно настроен клиент. Да, если вопрос заключается всего лишь в нескольких тысячах, то, возможно, вы договоритесь на каких-то условиях, вы можете использовать эту предоплату для оказания другой услуги для этого клиента, или вы переносите дату, опять же, на условия обоюдного согласия. В противном случае, если заказчик полностью настроен серьезно и отказывается категорически с вами сотрудничать и договариваться, напоминаю, что лучше всего вести письменные переговоры, потому что даже переписка может быть подтверждением в том же суде вашей правоты или правоты вашего заказчика. Поэтому, если вы не можете договориться, то вы уже понимаете, к чему это может привести. Максимум – это суд, это административное наказание, и вы понесете гораздо больше убытки, нежели чем просто вернете ему предоплату. Несмотря на то, что вы можете и, наверное, должны заключать договора с вашими клиентами, это, опять же, не защищает вас от того, что вы неприкосновенно можете сохранять предоплату вашего заказчика. Конечно, возвращать предоплату или нет – это ответственность каждого человека. Такие ситуации во всем мире или в определенной стране, когда включается режим чрезвычайной ситуации. В нашей стране этого пока, наверное, к счастью, не происходит. Тем не менее, выходят различные указы или постановления. И лично я уже столкнулся с таким моментом, как клиенты потребовали в письменной форме вернуть уплаченную ими предоплату. Мне не хочется с ними возиться, разбираться, кто прав, кто виноват. Но ребята ссылались на указ от апреля в связи с пандемией, что они полностью отказываются от исполнения договора. И я пошел им навстречу, не особо разбираясь, в чем дело, просто отдал им предоплату. И, кстати, так и не получил клиентов на эту дату. Но ничего страшного, моя совесть теперь, скажем так, чиста. И люди не будут за спиной говорить много плохого. Ведь возврат или сохранение предоплаты – это также вопрос репутации. А репутация, она бесценна. Поэтому не стремитесь обогащаться за счет неисполнения договора. Это очень такие плохие шаги в сторону того, что вы просто сами себя закопаете. Это мое мнение, это моя рекомендация для тех, кто сталкивается с такими ситуациями. Мое решение очень простое. Возвращайте и не парьтесь. Вы в два раза больше заработаете, нежели чем будете возиться. Ну что, ребят, я надеюсь, что это видео вам было полезно. Я пишу это видео у себя доме. Фу, давно этого не делал. Периодически происходят съемки и времени нет на канал. Я надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok